Оранжевый гигант, здание нового Саяногорского рынка, Виктор Зимин сегодня посещает впервые. На объекте еще идут строительные работы, но уже очевидно, насколько все современно. Рассчитан рынок на 150 торговцев, в том числе 80 мест отведено для местных сельхозпроизводителей. Здесь у нас зона самообслуживания, а здесь у нас зона торговли для продукции фермера. Вот это магазин назовем, да так? А вот это назовем рынком? Это фермеры, да, работают? Да, это фермеры. Понятно. А промышленная группа не зона. Руководство рынка уверяет, что для фермеров разрабатывается льготная арендная программа, но распахнет свои двери оранжевый гигант этим летом. По соседству с ним уже успешно работают два гипермаркета, и социальная составляющая этого для Саиногорска довольно существенна. Больше 500 рабочих мест. В свою очередь, глава Хакасии заверил бизнес, власти всячески готовы поддержать. Я даже готов пойти на то, чтобы дать ослабление в налоговом. В налогах они дали ценовую политику. Меньше нашим фермерам, чтобы они действительно дотянулись. Я знаю, тут Ибейский район будет, у Валентина Михайловича свои есть фермеры. Посетил Виктор Зимин в Саиногорске и еще одно учреждение – пансионат ветеранов. Учреждение существует около года и за это время зарекомендовало себя одним из лучших в стране. Долгострой удалось закончить благодаря нынешней власти республики и компании «Русал». Результат – светлые стены, современные услуги и по-настоящему домашняя атмосфера. Нормально живется, очень хорошо относятся работники столовой, работники, все, кто здесь работает, очень хорошо, они относятся к нам чуткие, внимательные, чисто. Несмотря на сложнейшие экономические ситуации, делается так, чтобы вы, наши дорогие ветераны, не чувствовали того, что где-то это бывает. Такая вот командировка социально-экономического толка для главы Хакасии не случайна. Это скорее еще один шанс напомнить жителям, что один из самых молодых городов республики имеет стратегическое значение. Промышленность, туризм. Здесь же проходит имиджевый международный фестиваль, ну а представленные объекты – это наглядный пример того, что о горожанах не забыли. Ни власти, ни предприниматели. Константин Кравцов, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия.